Счастливые часов не наблюдают. В это состояние можно погрузиться на выставки грибоедов автор одной книги. Заодно вспомнить афоризмы, принадлежащие этому замечательному писателю. На выставке собраны критико-переводные издания. А еще здесь можно найти вот такую книгу Виктора Буренина «Горе от глупости». Это фантазии на тему, что Чацкий бы делал в 1905 году. Всего здесь 261 экспонат. До типографского издания эта комедия к 50-м годам 19-го века по некоторым источникам была переписана порядка 40 тысяч раз. Первые сцены «Горе от ума» были опубликованы в 1825 году в журнале «Русская талия», после чего разразился скандал. Так как Грибоедов не посчитал нужным отдать свое произведение цензорам. Наверное, подумал, а судьи кто? После этого рукопись прочитали, ну, очень внимательно и только в 1933 году выпустили с большими купюрами. Многие крылатые фразы туда не вошли, в том числе и про тех самых судей. Власть всегда озабочена тем, чтобы как бы чего-нибудь не вышло. То сочинение было для тогдашней власти достаточно опасным. Выражение «говорит, как пишет» можно было отнести и к самому Грибоедову, ведь он был дипломат, и что такое долг и родина знал очень хорошо. Но, как говорил его герой, служить бы рад, прислуживаться тошно. Как получилось так, что политический деятель-дипломат стал писателем? В ту эпоху стихотворством занималось довольно большое количество людей, поскольку образование позволяло рифмовать окружающую действительность. Ба, знакомые все лица, Чаадаев, Кюхельбекер. Считается, что именно они послужили прототипами Чацкого. А Фамусова Грибоедов рисовал со своего родного дядюшки. Книга распалась на огромное количество цитат, которыми мы пользуемся по всю пору, даже иногда не отдавая себе отчет в том, что это цитаты из «Горе от ума». Фразу «карету мне, карету» Грибоедов смог услышать со сцены всего один раз в жизни. Это было в 1829 году. Цитаты из комедии «Горе от ума» вспоминала Полина Деревского.